Благо есть, исповедуйтесь о Господе, и пейте именю Твоему Вышней, возвещайте за утро нас Твою и истину Твою на всякую ночь. Десяти струнам псалтири с песнею ушлих, яко возвеселивны си Господи в творении Твоем, и в деле кругу Твоей возрадуйся. Добрый день, я рада всем телезрителям. Сегодня мы продолжаем разговор о псалтире, о книге, которая в свое время была чрезвычайно популярна в России, и, как говорит отец Алексей, в свое время не было, пожалуй, ни одного верующего православного человека, который бы не знал псалтирь наизусть. Добрый день, отец Алексей! Добрый день! Как же наши предки умудрялись, батюшка, запомнить весь псалтирь наизусть? Это было излюбленное чтение, это была молитва, это была, наверное, сосредоточенная жизнь, углубленная жизнь в молитву, и не было таких внешних каких-то отвлекающих моментов, которые есть сегодня. И сегодня человек, к сожалению, не может сосредоточиться внутри себя. Это, наверное, одна из задач врага рода человеческого, таким образом похитить человека, потому что самое главное в нашей жизни мы должны знать себя. Святые отцы так и говорили, познай себя и хватит с тебя. То есть, а мы не можем не только познать себя, мы даже внутренне не можем сосредоточиться на молитве. Мы рассеянны, мы всегда живем каким-то другим миром, миру тех мыльных сериалов, каких-то историй, рассказов, концертов, переживаний за других, но не за свою душу, ток-шоу, ну да, какие-то новости, которые будоражат внутреннее состояние человека, от криминальных до политических, вот, постоянно работает телевизор, радио, поэтому человек, к сожалению, сейчас полностью рассеян, он становится легкой добычей врага рода человеческого, но у него много интересов, у него разных, много развлечений, у него хватает всего в его жизни. А вот, конечно же, человек того времени, он не имел вот этого фактора, отвлекающего его от Бога и от внутреннего созерцания. Он перед собой имел мир в саму природу, вот этот замечательный, красивый мир, который также ему открывал Бога. Он был глубоко верующим человеком, он был сосредоточенным, и сам внешний мир, сама природа, которая окружала его девственное, естественное, натуральное, она также помогала и способствовала ему, чтобы он внутренне сосредоточенно обращался к Богу. Почему уходили в тишину на природу? Потому что она сама, природа, помогала общаться с Богом. Вот, и люди, конечно, были внимательны, они прислушивались к каждому слову, они понимали его, если не могли его объяснить глубоко, раскрывая смысл словами, то сердцем они уясняли псалтыри очень глубоко, придавая значение каждому слову, каждому акценту, каждой мысли. Видели не только буквальный смысл, но и таинственный. Понимали, что вместе с этим пророк что-то сказать хотел очень такое важное, глубокое, которое открывало бы человеку не только тайну человеческих общений, искушений, испытаний, но и самого Господа, который пришел в этот мир, который ждал от человечества, и о котором говорил псалмопевец Давид. Вот эта вся глубина, она способствовала изучению псалтыри, как открытие для себя некой внутренней тайны божественного промысла, божественного замысла и некой тайны домостроительства Божьего. Поэтому каждое слово псалтыри легко ложилось на сердце и усвоялось не рассеянным, скажем, а сосредоточенным умом. Поэтому легко запоминалось псалтырь, и те, кто стремился к этому, он знал псалтырь наизусть. Поэтому и были требования во многих монастырей. Невозможно было поступить, если человек, конечно же, не знал псалтыри наизусть. Чем ты будешь заниматься? Не каждый, даже умеющий читать, знал псалтырь наизусть. Вот как любима была псалтырь, как она усвоялась легко народу. А многие в настоящее время не понимают псалтыри, лишь только потому, что псалтырь требует этого внутреннего напряжения, внутренней сосредоточенности, тишины. 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 Если нет тишины, тяжело молиться, тяжело размышлять, тяжело рассуждать, тяжело усваивать саму псалтырь. У нас везде шум. И если шум не вызывающий, то шум отвлекающий. Действительно, невозможно человеку выдавать мудрость, если он не имеет такой сосредоточенности. Поэтому столько шумов, столько отвлечений, столько различных наушников, простите, и плееров, для того, чтобы человека увести от того, чтобы он мог остановиться и послушать себя. Чтобы через это он делал мудрые шаги и поступки. Вот задача как раз в псалтыре – противостоять всему этому. И любовь к псалтыре – это как раз, наверное, показатель того, что человек отошел от этого шума, от этой отвлеченности и приступил к самому главному делу в своей жизни – к богомыслию. И тот, кто любит читать псалтырь, тот уже, если не вступил в богомыслие, то стоит на пороге богомыслия. – Прекрасные слова, батюшка. Ну что же, к богомыслию… – Да, а сегодня у нас третий псалом, замечательный, Давидовой псалтыри. Псалом, конечно, мы говорили о том, что вот эти все первые псалмы, они больше всего посвящены внутреннему переживанию Давиду, и эти переживания очень сильные были. Мы знаем, что Давид согрешил, и грех вошел и в его семью через те великие переживания, трудности, которые столкнулся он в своем доме через грех своего сына Весолома. И, конечно же, Давид переживал очень сильно, он не мог понять, почему именно близкие восстали на него. И вот третий псалом начинается такими словами. «Господи, что сям множи стужащими, мнозиво стают намя». Понятно, когда встает враг внешний, он всегда желает некой боли, пораженности человека, но он и отношения с теми соперниками, которые есть во внешней какой-то политической жизни, то это понятно, они соперники, и соперник никогда не желает своему сопернику добра, а желает какого-то поражения. И соперник не относится к сопернику с радостью, доброжелательно. Это мы видим. Мы видим это и в современном мире, и в современной политике, когда между странами есть дипломатия, но нет любви, есть толерантность, нет вот такого подлинного настоящего христианского отношения. Почему, например, церковь выступает против толерантности? Почему мы не принимаем толерантность? Потому что толерантность имеет в своем смысле некую терпимость человека. То есть я терплю его, но при этом я его ненавижу. Это терпимость, некое внешнее сдерживание, но не внутреннее изменение самого человека. То есть внутренняя ложь такая. Такая ложь, самообман, действительно. И при удачном каких-то обстоятельствах эта ненависть, которая сдерживает себя человек, она прорывается. Она не может внутри постоянно сидеть и не выйти наружу. Почему? Потому что всякий нарыв, он выходит наружу. И вот мы видим, как действительно вот эта вот толерантность, которая проповедуется, или дипломатия, которая есть между странами и государствами, она прорывается иногда через некое соперничество. И вот это соперничество, когда кто-то побеждает, показывает, насколько ненавидят друг друга и насколько пропадает эта толерантность, когда нужно кого-то уязвить, уколоть и показать свое превосходство. Но об этом псалмопевец Завет и говорит, это понятно. Но когда он говорит, Господи, чтося умножуще стужающие нами, многие восстают нами, но стужающие те, кто действительно хотят некого зла ему. А кто хочет зла? Именно восстали на него его подданные, тех, ради которых он живет, ради которых он проявляет великую заботу. Ведь это только современное понимание власти, какое сегодня у нас есть. Это действительно только современное. Раньше такого не было. Власть всегда заботилась о своем народе. Власть всегда делала то, чтобы укрепить свой дом, потому что это царь, это пророк, это хозяин земли. И все его подданные – это его дети. И все в этом государстве или в этом царстве делалось для того, чтобы укрепить свое царство, сделать более счастливыми, богатыми, удовлетворенными жизнью своих подданных. То есть царь, он всегда жил не ради себя, потому что он никогда не был временщиком, он был постоянным. Он готовил свой дом для передачи своему сыну. И каждый из нас знает, что мы делаем для своих детей. Мы все делаем для своих детей. Мы стараемся, чтобы они имели полноту в этой жизни, чтобы у них был полный достаток. Мы хотим им что-то оставить после своей смерти, чтобы они не испытывали каких-то хотя бы первоначальных трудностей. И также отношение царя как хозяина. И только вот демократия, она дает неких временщиков, которые приходят, как говорят, нанимают их на работу, они приходят на время. И, естественно, это время они используют ради собственной какой-то авторитета, выгоды, чтобы впоследствии у них было так, как они хотели бы жить, чтобы, может быть, даже эта власть хотя бы и дает им время. Они пытаются ее часто узрупировать, чтобы она была постоянной. Но не рассматривают, редко кто из них рассматривает власть как некую возможность принести благо своему народу и благо собственной стране. Хотя мы видим, что в наше время и среди таких людей бывают, так бы скажем, люди любящие, отечество любящие свой народ и имеющие некие такие патриотические чувства. Поэтому, естественно, Давид говорит о том, что это мой дом, и я заботюсь о вас. Почему же вы восстаете, многие восстают на меня? Почему многие восстали? Почему предали? Почему пошли за сыном Авесалоном, а его оставили и предали? И сам сын-то его предал. Сам сын восстал против него. Это неестественно, потому что он-то ему благо желал. Он простил его в совершении того греха, который он совершил. И поэтому с таким порывом он обращается к Богу и говорит, «Господи, что сего множишься стужающими? Многие восстают на меня, многие глаголят души моей, несть спасение ему в бозе его». То есть, зная набожность такую псалмопевца Давида, зная его сильную религиозность, зная его молитвенное горение, и многие говорят, «Ну, коль он находится в таком состоянии, значит, Господь оставил его, значит, Господь не хочет больше покрывать его». Другие говорили даже и доходили до того, что начали говорить, «Ну, ежели он в таком состоянии, значит, нет Бога, в Которого он верит». Это бывает очень часто в нашей жизни, когда верующие находятся в каких-то трудностях, испытаниях или гонениях, говорят, «Где Бог ваш?» Об этом говорили и Христу, «Ты говоришь, что ты царь?» «Тогда сойди со креста, и мы верим в тебя». Вот люди ждут и меряют, когда находятся в таких состояниях, мерую какой-то человеческой, забывая о том, что в каждом случае нашей жизни есть еще и некая духовная составляющая, есть божественная десница, которая воспитывает тебя в терпении, в смирении, во внутреннем изменении, потому что дальше мы будем говорить, что скажет на все это сам псалмопевец Давид, а он будет раскрывать некую духовную глубину и богатство именно такого состояния, когда восстали на тебя близкие, когда ты находишься, можно сказать, в таком затруднительном обстоятельстве, которые могут тебя ввести и вернуть в некое отчаяние, уныние, но ты не отчаиваешься, не унываешь, потому что с тобой Бог, и ты все равно чувствуешь десницу Божию. Но вот здесь вот именно мнозий глаголит души моя, не спасением в Бозии, то есть и Господь оставил, а другие даже смеются, что где твой Бог, где твой Бог, который должен тебе помогать, которому ты так молишься и так кланяешься. И вот Господь здесь испытывает, насколько же человек остается верен Богу в трудностных испытаниях, в радостях, да, когда полный дом, когда хватает на все и есть полный достаток, то легко быть с Богом. Хотя некоторые умудряются забывать и уйти от Бога, говорить, что это все я, я такой успешный, это я такой умный, это я создал целую империю. Но мы видим, как все это изменяется в нашей жизни. И здесь псалмопевец все равно проявляет некую стойкость. Но в то же время мы говорим о том, что псалтирия, она имеет такую составляющую часть. Здесь есть и земное, и буквальный смысл, но есть и таинственный смысл, есть духовный смысл. И святые отцы, конечно, обращают внимание на то, что, кроме всего прочего, на нас еще восстает враг рода человеческого. Через те помыслы, через те какие-то внутренние переживания, через поиск правильного пути в такой ситуации. И поэтому здесь нужно не забывать, что, конечно, апталмопевец Давид говорит и о том, что и враг рода человеческого восстает. Либо через помысл, либо через тех людей на тебя. И здесь, конечно, нужно противостоять тоже духовно против этих испытаний и искушений. «Ты же, Господи, заступник мой Иси, слава моя, и возносяй главу мою». Здесь псалмопевец Давид уже говорит прямо, невзирая на те испытания, искушения, он обращается к Богу. «Ты же, Господи, заступник мой Иси, слава моя, и возносяй главу мою». Он говорит, невзирая на все это, я понимаю и осознаю, что только заступление мое в Боге моем, и я не отступлюсь от Бога даже в таких обстоятельствах, но буду взывать к тебе глазом моим, и Господь услышит меня, и вознесет главу мою, то есть и Господь защитит его вот в этих трудных обстояниях, защитит любого человека, который в этих обстоятельствах не поддастся неким бесовским страхованиям, а будет молиться Богу. И Господь тогда поразит врага рода человеческого, который восстает тебя либо через мысли твои, либо через какие-то смущения, либо через видимых врагов, желающих тебе злое. «Глазом моим ко Господу возвах, и услыши мя, от горы святые свои я». То есть настолько нужно «глазом моим ко Господу возвах». То есть псалмопедец Давид говорит о том, что он из глубины души вызывает к Богу. И здесь очень важно понимание того, что такая молитва, она не должна быть поверхностной, она должна быть очень сильной, она должна быть крепкой, она не может быть связана с какими-то большими, сильными словословиями, она не заключается в продолжительности молитвы, в количестве молитвенного правила. Некое думает, вот чем больше я буду говорить к Богу слов, тем я быстрее достигну своего результата. Вот как раз псалмопедец Давид говорит о том, что «глазом моим ко Господу возвах», даже вот это звучание «глазом моим», оно исходит из глубины твоего сердца, как будто ты не только языком говоришь этими словами, но всем своим существом сердце вторит за действительно, за словами, которые произносят наши уста. И тогда Господь и слышит человека, именно когда молитва, она должна быть внутренней, сердечной, она должна быть сильной. Каждое слово должно проходить через сердце, и только тогда оно будет достигать до Бога, и услышит Господь от горы святые свои «я». Ну, естественно, если мы говорим о горе святые свои, то говорится о горе Сион, которая являлась символом присутствия Бога, здесь, на земле, самым святым местом, видимым местом пребывания Бога. Ну, мы можем говорить о том, что у нас Господь пребывает на всяком месте, но сугубо Господь пребывает в церкви. И когда псалмопевец Давид указывает на определенное место на земле пребывания Бога, то мы скажем, что для нас Сионом, горой святой, является каждый храм, в котором совершается Евхаристия, в котором совершается молитва. И если Господь и сугубо слышит человека, то он слышит на молитве, которая совершается в храме Божьем, в церкви совершается. Вне церкви нет спасения. Святые отцы так и говорят, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Поэтому многие сейчас говорят, я в душе верю, я могу помолиться везде, но когда мы так молимся, Господь нас не слышит. Надо и веровать правильно, и молиться там, где есть особые силы и присутствие Божие. А это присутствие Божие, конечно, в храме Господнем, где двое или трое соберутся во имя Мое, говорит Господь, то посреди них Я. Ну и, конечно, если уже говорить о месте или горы святые свои, то это тоже некая высота. Гора, она парит над всей землей, она возвышается. Естественно, когда мы хотим видеть высокого человека, то ему предоставляется некий постамент, указывающий его особое положение. И в то же время все хотят лицезреть и видеть. Так и Господь восходил на возвышенное место. Так и архиерей становится на специальном месте, которое называется кафедра, возвышенное место, которое ставится посередине храма. Ну и, естественно, если мы говорим о горе святой, то мы можем говорить и о небе, потому что именно высота, где пребывает Бог, символ этого является небом, который является престолом самого Бога. «Аз уснух и спах, в восстах, як и Господь заступит мя». Ну, здесь, конечно же, говорится и в этих словах такой глубочайший двойной смысл, смысл такого земного состояния, в котором находится человек, и псалмопевец Давид, в котором находился, он, конечно, находился в тяжелейшем состоянии. «Аз уснух и спах, в восстах, як и Господь защитит мя». Конечно, говорится о таком состоянии, в котором пребывал Давид, и во сне, и уснух и спах, и тогда, когда я спал, то есть и засыпал, и во сне находился в таком тяжелом состоянии, из которого никто тебя не выведет, кто тебя может вывести. И когда только я восстал, Господь защитил мя. То есть Господь заступит мя. И вот святая цель говорит, вот это состояние пророк не принимает на самого себя, но говорит именно о будущем воскресении, почему мы говорим, что в Псалтире она очень много говорит о воскресении Господа. В Псалтире очень много мест о Христе, или мы, как называем их, много очень мессианских мест. Вот это место как раз можно сказать, не можно сказать, а мы говорим о том, что оно мессианское, то есть уснул, спал и восстал, Господь заступит мя. Конечно, говорится о воскресении, и говорится и о самом Господе, о крестных его страданиях, что он уснул, спал, восстал. И Господь уже так же и Давида спасет. Он говорит о своем будущем, то, что придет время, когда Господь воскресит меня, когда мы все восстанем от того сна, в котором находимся. Но в то же время и духовный сон в нашей земной жизни тоже имеется в виду, потому что мы в своей жизни пребываем как во сне. Не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя. Ну, конечно, он говорит именно о том состоянии, в котором он находится, нападающих на мя. То есть многие люди изменили, многие люди оставили самого Давида. Ну и здесь можно говорить, кто окрест нападает на человека, нападает на человека, со всех сторон, и спереди, и сзади, и по бокам, везде искушает. Конечно, это враг рода человеческого. И здесь о святеции говорят, что если человек живет с Богом, то он не боится тех людей, которые окрест нападающих на мя. И не только людей, но и врага рода человеческого. И дальше опять вот такое сильнейшее мессианское место, которое Псалмопейский Давид еще за несколько тысячелетий до пришествия Христа воскресает. Воскресни, Господи Божий, спасти мя Божий мой, як от и поразил еси вся враждующая на мя в суе, зубы грешникам сокрушил еси. Батюшка, все, кстати, прошу, приперебилось. Очень многие спрашивают часто, что же означает это место, зубы грешников сокрушил еси. Почему зубы? Какой такой четкий? Очень интересно, да. Ну вот мы первое место сказали о том, что это мессианское место, вот, а зубы грешников, это, конечно же, что если сокрушить зубы грешников, то это как бы сокрушить сравнение такое в толковании, говорится именно о том, что у животных, если сокрушить зубы, значит убрать их силу. Вот, потому что у животного сила в зубах, больше, больше ничем он не может, когтями он не может побороть человека, и он причинить может любому своему врагу некое неприязнье, и причинить ему боль только, и победить его только за счет зубов. И вот когда нет зубов, то и нет силы, и поэтому Господь сокрушит зубы грешников. Это аллегорически. Аллегорически, да, то есть не будет силы, то есть уберет от них ту силу, на которую они опирались. Ну и в то же время и в прямом понимании Господь сокрушит зубы грешников. Это вот сейчас мы можем сказать, как мне, когда мы говорили бабушкам толкование, то они мне говорят, батюшка, сейчас не страшно сокрушить зубы грешников. Мы вставим, да и все, и дальше пойдем. А раньше было тяжело, если человек ничто не может поесть. Всегда есть желание, что-то съесть вкусное, и овощи, и фрукты, и другие продукты радуют нас в разные времена. А человек, который не имеет зубов, он ест пищу протертую, в которой нет уже вкуса того или иного продукта, или ест одну кашу. Поэтому действительно, когда ты не имеешь зубов, ты не имеешь ни вида, ни доброты, и не имеешь красоты и радости такого земного понимания в этой жизни. Поэтому сейчас, конечно, меньше страшного, но все равно сила. Господь может, поразив, конечно, врага, он забирает от него силу, если нет силы. Это все-таки метафора. Метафора. Это не в прямом смысле. Конечно, конечно. Господне есть спасение, и на людях твоих благословение твое. Вот, конечно, Господь дает спасение людям верующим. Конечно, Господь дает благословение человеку верующим, благословение в его земной жизни. И вот этими словами псалмопевец Давид заканчивает Третий Псалом замечательно. Он говорит о том, если вы хотите иметь благословение Божие, если хотите иметь счастье, достаток, спокойствие в своей жизни, то вы должны быть Божьими людьми, вы должны всегда уповать на Господа, невзирая на то, что жизнь может преподносить разные испытания, разные искушения. Но и Господь даст тебе возможность своей благодатью преодолеть эти трудности, а затем даст такое благословение, что ты в достатке почувствуешь благодать, мир и тишину этой жизни и отголосок Царства Небеса еще здесь, на земле, а потом в вечности приобщись к Нему. Благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Я, Любовь Акильна, с вами прощаюсь. По нашему заведенному, старому обычаю желаю вам и вашим семьям мира, покоя и благодетствия. Всего доброго! Я, по возвеличившейся дела Твоя, Господи, зло, влюбившейся по мышлению Твое.